Хочешь выиграть 500 рублей? Тогда подпишись на канал, нажми на колокольчик, поставь лайк под этим видео и напиши комментарий. Подробности смотри в описании. Всем привет, друзья! Сегодня поговорим о криптовалютах, о мире криптовалют. Все уже шумят об этом, обо всем. Я не мог тоже обойти эту тему стороной. В личку многие спрашивают, куда я инвестирую и так далее. И скажу вам сейчас, расскажу все, что я в принципе делаю на бирже криптовалют и как я торгую на ней. Итак, выбрал я для себя Exmo. Если честно, я биржам не доверяю, поэтому денег я на них не держу, но через биржу, именно через Exmo, по моему мнению, довольно безопасно вводить средства и выводить. Это выгодно, чем через обменники большие проценты платить именно за покупку. Здесь Ripple недавно я покупал буквально за 120 рублей, когда на обменнике он стоил 200 рублей. Если в рублях, то есть, сами понимаете, там просто накрутка бешеная. Итак, что касается биткоина, давайте поговорим. Всех это интересует, что с ним будет дальше. Статистика за месяц 6 декабря. Был пик, исторический пик, 19900, почти 20 тысяч долларов он стоил, потом пошло падение. Пошла коррекция. Я считаю, что это коррекция, то есть, стабилизация биткоина, дальше будет рост. Я считаю, что рост будет, но вы должны понимать, при стоимости 15 тысяч долларов. За 2017 год он вырос на больше, чем на 1000%. То есть, он стоил, если не ошибаюсь, 800 баксов в январе ровно год назад. Или где-то от 600 до 800 он там подскочил. В декабре он вообще 300 стоил, поэтому рост, как видите, бешеный за год. 2017 произошел. И чтобы повторить ему такой же рост, ему нужно вырасти до несколько сотен тысяч долларов. Сами понимаете, это рисковать своими деньгами, чтобы, ну скажем, поднимется он за год до 30 тысяч, да, или там до 45 до 50. То есть, ваш депозит вырастет в 2-3 раза. Я не считаю то, что на долгосрок вкладывать деньги в биткоин сейчас есть смысл. Но можно рассмотреть другие криптовалюты, альткоины так называемые. Можно посмотреть и рипл. Да, я вот лично сейчас именно на рипл акцент держу, сюда вкладываю активно денежку. До сих пор вкладываю, несмотря на то, что просто вот, как видите, за день, то есть, вот сегодняшний день. Рост, рост, сейчас небольшое падение. То есть, он дошел до, так, это не то, давайте вот на доллары. Дошел он до 3 долларов 24 центов, сейчас держится 3,09. Кто не в курсе про рипл, расскажу вам. 12 декабря, то есть, 11 декабря, вот я оставлю, он стоил 23 цента. 12 он стал стоить, получается, вырос до 0,5 и дальше больше, соответственно, доллар и так далее. Потом стабилизация небольшая на 0,7, потом до доллара опять стабилизация, потом до 2 стабилизировался. И вот сейчас он вырос до 3. Сейчас опять наступит эта полоса, которая длится, как вот судя по графику, с 21, грубо говоря, да, там по 26, ну, неделю. И, грубо говоря, там 5-7 дней. Вот эта вот стабилизация проходит и, соответственно, дальше идет плавный ступенчатый рост. Несмотря на то, что вся криптовалюта резко перед Новым годом свалилась, рипл продолжал расти. То есть, необъяснимо, никто не может понять, почему он растет. Вот, на самом деле, мне кажется, все просто. Да, это против правил рынка, но, тем не менее, рипл заключает договоры с банками. Кто не в курсе, рипл это официальная, скажем так, платежная система, что ли, как бы назвать, не могу сказать точно. В общем, она занимается моментальными транзакциями между кошельками, именно с рипла на рипл, моментально. То есть, невозможно, не то, что невозможно, невозможно мгновенно перевести деньги, к примеру, с Америки в Тайвань в какую-то. С Америки, может, и вот, можно, не знаю, там, с Египта в Тайвань, да, вот так вот, кому-то понадобилось, невозможно это сделать. То есть, Western Union, это все долгое, другие различные переводы. То есть, во многих странах, на Украине, вы знаете, сейчас закрыли многие кошельки. А рипл это все, скажем так, обходит и с банками заключает договор. И плюс банки, сами банки, они имеют с этого прибыль. То есть, один перевод им стоит примерно 3 доллара, каждый перевод. А представляете, сколько переводов средств они осуществляют ежедневно. И, соответственно, экономия, вот именно на этой системе, подключая ее, вы просто даете им деньги свои, вашу валюту, они сами переводят в рипл, какие-то проценты платят риплу, это им дешевле обходится, чем именно такой перевод физически, соответственно, через свои каналы. И переводят в другому банку. Тот банк также делает перевод и уже на их валюту отдает им деньги, на те, ну, на какую скажешь, на то это дает. В принципе, в этом вся суть рипла. Поэтому постепенно, постепенно фирмы рипл заключают договора с банками, то есть, каждый банк дает скачок. То есть, если заключил банк сделку, это появилось СМИ, соответственно, люди об этом узнали, считают, что вложение в криптовалюту рипл это круто и начинают сюда вкладываться. Соответственно, по капитализации на втором месте уже обошел рипл всех под биткоином, он прямо находится, скоро выйдет на первое, это я точно вам говорю. Вот, кстати, чат есть в Exmo, ссылочка на Exmo будет в описании, возможно, она будет не рабочая, реферальную оставлю. Тоже здесь денежка капает с каждых пополнений, как бы глупо будет оставлять не реферальную. Но если не получится по ней перейти, просто Exmo биржу наберете и перейдете. Чат есть, здесь тоже люди много пишут, но читать его я вам не советую, потому что здесь очень много паникеров сидит, которые заставляют вас делать неправильные шаги. Поэтому, как видите, за неделю у вас скачки такие волнообразные, за месяц, опять же повторюсь, и за год. Кто бы знал, что надо было так, 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 ноябрь, сентябрь, октябрь, декабрь. Ну вот, какой-то год у них странный. В сентябре так же стабильно он держался 25 центов, кто же знал, что он так подскочит. Ну что ж, друзья, на этом, я думаю, можно закончить. А, кстати, да, где я держу Ripple, так же я не показал вам, да, вот, в принципе, мои переводы. У меня кошелек пустой. Завел я себе кошелек GitHub. GitHub – это официальный кошелек Ripple. Ссылочку на этот сервис я оставлю тоже в описании, кому интересно. Интересно, погуглите, как правильно зарегистрироваться в нем. 923 Ripple у меня сейчас есть. Это в районе почти 3000 долларов. Переводя на долларов, покупал я эти Ripple по 80 центов. До сих пор докупаю, но сейчас уже так мелочи. Где-то Ripple в 600-700 я купил именно по 80 центов. Хотел купить еще тогда, когда 6-го числа, когда знал, когда начинался про него шум уже более-менее по 25 центов. Не было денег, деньги у меня появились как раз где-то 15-го, 16-го числа. И, к сожалению, для меня вот они подскочили 12-го. То есть, так, картинка мешает. Да, вот, 12-го числа подскочили чуть-чуть, я не успел. Пришлось покупать уже в три раза дороже его. Но, тем не менее, все равно мой, скажем так, доход увеличился пока что в три раза, буквально за 10 дней. Сами понимаете, с 1000 долларов я поднял уже 3000, то есть 2000 чистыми. Дальше будет только рост, потому что все воспринимают эту валюту как что-то официальное, что-то серьезное. И, соответственно, банки также потихонечку-потихонечку входят. Как правило, если один банк вошел, то это будет распространяться среди других, могут думать, банков задумываться о своей же собственной выгоде. И, соответственно, акции Ripple будут расти, капитализация будет расти, и сама стоимость Ripple будет расти. Что будет через год, я понятия не имею. Месяц назад я бы вам сказал то, что Ripple вырастет в 3-4 раза за 2018 год. То есть, он будет стоить доллар. То есть, я так думал, в конце 2018 года он будет стоить доллар. Как видите, к началу 2018 года он стоит 3 доллара уже. Поэтому все намного круче развивается, чем даже можно было предположить. Будет он стоить 100 долларов, у меня будет не 1000 долларов, а 100 тысяч долларов. Сами понимаете, как бы накрутка довольно крутая. Будет стоить 1000 долларов, будет у меня миллион долларов. Довольно классно. Так что успевайте, пока он стоит 3 бакса. Это тоже, я до сих пор докупаю его, хочу довести до 1000 все-таки свои 923 Ripple. Потому что, так вот, кстати, ну вот здесь много, опытные инвесторы увеличили вложения 150 раз за год. Ну, в чате интересно, конечно, почитать, но прислушиваться не надо. Ну что ж, поэтому я рекомендую все-таки вкладываться именно в эту криптовалюту. Также есть еще криптовалюта NEM. Сегодня она, кстати, по-моему, или вчера подскочила. Я вот здесь не могу найти. Есть приложение специальное, где можно все это посмотреть и, соответственно, биржи тоже поискать. Тоже обратите внимание на NEM. Довольно интересная крипта. Ну вот, в принципе, и все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жду ваши комментарии. Всем спасибо. До свидания.